Сегодня мы с вами поговорим о сериалах, продолжение которых покажут или уже начали показывать по телевидению. Считаем нужным напомнить, что зачастую даты премьерных показов смещаются в ту или иную сторону, поэтому точная дата начала показа будет озвучена только у тех проектов, премьера которых уже состоялась. 4 ноября 2024 года на Первом канале стартовал показ полюбившегося многим проекта «Мосгаз». Это уже «Десятое дело», носящее название «Метроном». В новой части сериала сыграли Андрей Смоляков, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Ольга Лермон, Виктория Агалакова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Сергей Угрюмов, Алексей Маклаков, Федор Лавров и многие другие актеры. Что же касается сюжета, то он, как всегда, запутан. Во время выступления погибает артист Москонцерта. Складывается впечатление, что кто-то сильно хочет замять дело. В ходе расследования становится понятно, что непубличную деятельность Москонцерта покрывают очень влиятельные люди. 4 ноября 2024 года на телеканале НТВ состоялась премьера пятого сезона сериала «Черный пес». В новом сезоне мы снова увидим полюбившихся нам героев. Андрея Рубцова в исполнении Владимира Епифанцева, Ольгу Смирнову, которую играет Карина Разумовская, Марину в исполнении актрисы Виктории Масловой и других старых и новых персонажей. Помимо перечисленных актеров, роли разной степени важности также сыграли Виктор Молчан, Вероника Устимова, Николай Дроздовский, Григорий Багров, Оксана Лесная и другие. Сериал состоит из четырех серий. В них Андрея Рубцова ждет встреча с киллером. 5 ноября 2024 года на телеканале СТС состоялась премьера нового сезона популярного сериала «Молодежка». В новом сезоне мы увидим как новые лица, так и старых полюбившихся героев. К числу последних прежде всего нужно отнести Андрея Кисляка в исполнении Владислава Конопки, Александра Кострова в исполнении Ивана Жвакина, Антона Антипова в исполнении Ивана Мулина, Семена Бакина в исполнении Игоря Огурцова и Вадима Юрьевича Казанцева в исполнении Владимира Зайцева. Из так называемой «Старой гвардии» в продолжении сериала также снялись Николай Добрынин, Макар Запорожский, Михаил Гаврилов-Третьяков, Анатолий Кот, Федор Бондарчук, Екатерина Климова, Сергей Шакуров, Андрей Мерзликин, Владимир Яглыч и другие. Уже не в первый раз в «Молодежке» были задействованы звезды. Так, в новом сезоне мы увидим Илью Ковальчука, Вячеслава Фетисова и Виктора Гусева. Напомним, что двое последних в «Молодежке» ранее уже снимались. Новый сезон проекта состоит из 16 серий, и все поклонники очень надеются, что он не повторит самый первый сезон проекта, в котором бывший хоккеист начинает тренировать неудачливую команду и заодно учит их жизни. Все предпосылки к этому есть, но мы надеемся на лучшее. В 2025 году запланирована премьера комедийной антиутопии «Два холма». Это будет уже третий сезон. В целом, два предыдущих сезона получили высокую зрительскую оценку. Второй сезон был завершен на высокой ноте, и очень многие зрители жаждут узнать, что же будет дальше и что было до апокалипсиса. В сериале заявлены многие полюбившиеся актеры. Пелагея Невзорова в роли Рады, Никита Калагривый в роли Геры, Владимир Епифанцев в роли Барона, Анна Снаткина в роли Елены Зоевны и многие другие. Что касается сюжета, то он обязан нас удивить. Мы видели жизнь москвичей, видели мы и то, как живут подруги. Порадовали нас сценаристы и попытками совместной жизни москвичей и подруг на территории последних. Теперь же они будут зимовать в заброшенных туннелях московской подземки. Предположительно, в апреле 2025 года запланирован выход нового сезона универа. Многие считают, что это классно, другие придерживаются противоположного мнения и говорят, сколько можно. Видимо, даже возвращение Кузи и намеки на возвращение Аллы ничего для скептиков изменить не могут. Видимо, создатели проекта внимательно следили за комментариями. И, судя по всему, решили создать что-то среднее между продолжением универа и его перезапуском. Почему я так думаю? Дело в том, что об этом буквально кричит список задействованных актеров и само название продолжения «Универ молодые». Итак, из старожилов универа мы увидим Виталия Гагунского, Сергея Пиора, а также совсем неожиданно Григория Кокоткина и Юлию Франц. Новые лица сериала примечательны тем, что они новы не только для этого проекта, но и для отечественного кинематографа в целом? Нет, это не первые их роли, но сниматься эти актеры начали недавно. Не правда ли, что это очень похоже на самый первый универ, в котором студентов играли люди, если и бывшие известными, то совсем не в качестве актеров и узнаваемые всей страной именно благодаря универу? Что касается новых актеров, на главных ролях мы увидим Илью Сигалова, снимающегося с 2018 года и сыгравшего 7 ролей, Алину Воскресенскую, которая в кино с 2019 года, Екатерину Чаннову с 3-летним стажем в кино и Кирилла Мишалкина, сыгравшего на сегодняшний день 10 ролей. Сюжет обещает быть интересным. Во-первых, мы снова увидим легендарную общагу и 510-й блок. Правда, комендант у общаги другой, но зато помощник коменданта Кисель. Ректором университета опять будет Павел Владимирович Зуев, а главным спонсором МВГУ стал Кузя, таким образом вставший в один ряд с Сильвестром Андреевичем Сергеевым и Львом Мартыновым. По слухам, буквально через пару недель состоится премьера 4 сезона полюбившегося многим сериала Полярный. Сюжет там, конечно, незамысловатый. Витя будет спасать Полярный и добро победит зло, но в таких сериалах сюжет вообще не имеет значения. Важны отдельные серии, отдельные персонажи и отдельные ситуации, создание которых у команды проектов всегда получается отлично, ну или почти всегда. Что касается актерского состава, то мы, конечно же, увидим Михаила Пореченкова, Ивана Ахлобыстина, Катерину Шпицу, Яна Цапника, Карину Звереву, а также многих других новых и старых исполнителей. Вы смотрите или будете смотреть какой-нибудь из этих сериалов? Пишите об этом в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok